засниму потому что обед уже час дня и смотрите температура выходит 38 просто кипяток уже можно чай заваривать 3 киловаттная стоит 3000 почти четырех с половиной киловатт также стоит коричневый и вот синий например в моем случае у вас могут быть другие цвета не знаю и я думаю что даже не так уж и много времени понадобится это сделать всем привет вы на канале семья багдосовян в этом видео мы будем показывать как мы будем прогревать наш бассейн у нас бейства и 366 на метр 33 11 кубов ну там чуть поменьше потому что не до конца залито и на улице вроде как 40 градусов жары залили вечером воду и сегодня если будем конечно ждать что она по прогреется самостоятельно возможно это будет очень долго решили не ждать и посмотрели разные способы как люди прогревают свои бассейны есть официальные методы это насос но он стоит очень дорого бы свой насос там 16 20 и так далее при этом я посмотрел что там находится внутри там просто кипятильник обычно кипятильник который можно в принципе самому сделать самый нормальный способ это прогнать воду через трубки которые будут прогреваться или дровами или газом или чем-либо в общем сейчас мы поедем у нас есть газовый гриль так что прогрев через газ у нас есть возможность купим специально в леруа мерлен трубки для газа и подсоединим туда шланги и будем прогревать таким методом так что смотрите что у нас получится заправил тачку кстати зашел сейчас на лукойл а там есть прибор который измеряет давление в общем можно померить себе давление все цивильно сделано с каждым разом все круче и круче количество цена если вдруг кого интересует я всегда стараюсь держать полный бак не меньше половины но у меня в принципе никогда топлива ниже половины пока не было соли посмотрели поизучали чем нагреть бассейн посмотрели один видеоролик человек показал как он подключал электрокотел называется пирамида чего-то забыл тут что-то электро пирамида вот и они идут три четыре с половиной 6 9 и так далее киловатт для домашних условий для нашей проводки но вообще конечно тройка нужно но я думаю четыре с половиной тоже там сечение надо 2-4 да допустимо потому что по проводке в общем нужно смотреть у нас есть хамам в хамаме парогенератор к нему подходит шестерка провод и парогенератор 6 киловатт и все нормально а для вот этого котла у нас как раз вот четыре с половиной киловатт и при этом его можно регулировать больше меньше вот так же там реле есть которая система защиты включается выключается вот четыре с половиной киловатт включается 220 а также 380 ступени мощности 3 а тут есть кстати ступени получается полтора киловатт 2 ступень так полтора и третье еще полтора разбита на три части три ступени по полтора получается полтора три четыре с половиной ну вот запас есть лучше пусть будет это помощнее вот такой вот так это четыре с половиной киловатт да и стоит 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 3 киловатт на и стоит 3000 почти четырех с половиной киловатт также стоит в принципе на 100 рублей разница так 6 киловатт 3000 и 9 киловаттный вот да в принципе все разобрал нагреватель сейчас буду подключать у меня есть разные провода в запасе вот такой вот провод фаза и 0 нужно будет посмотрел по документам подключать нужно следующим образом объединить верхние две потом 3 так 2 3 и туда подключить фазу а вот на четвертую уже подключать 0 я подготовил такие вот штуки сделаем это все дело вот сюда сейчас я сделаю короче покажу примерно так 1 2 3 верхние правые объединяются и туда фаза подключается 1 2 3 объединил и туда же подключил фазу здесь внизу уже отдельно 4 идет 0 но предварительно прежде чем это сделать нужно не перепутать фазу с нолем потом в розетку нельзя вилку втыкать неправильно для этого вилку берете втыкаете запоминаете например я ее воткнул вот как у меня здесь подключен вот так потом и так наоборот нельзя будет делать воткнул и посмотрел где фаза где но кто не знает фаза это когда вы вот так вот трогаете у вас лампочка загорается 0 не загорается поэтому втыкаем в розетку вилку и смотрим коричневые и вот синий например в моем случае у вас могут быть другие цвета не знаю проверяйте у меня коричневый это фаза была синий 0 случае когда вот это воткнута шнуром вниз и в принципе все сейчас я закрою внутри в общем-то несложная конструкция как вы видите бак небольшой такой нагревательный мощный бак с хороший такой сваркой так здесь трубка выводится и здесь тоже вроде дюймовые они идут все и подключается здесь тэн в общем обычный тэн с баком в принципе водонагреватель можно сказать просто работает как можно использовать как про точно здесь каждое включение вот так вот по полтора киловатта в целом четыре с половиной киловатта и можно еще здесь регулировать температурный вот этот режим сколько мне нужно по температуре так вот можно например один тэн включить полтора киловатта смотреть по нагреву провода если все в порядке попробовать 2 врубить на 3 киловатта если провод не греется дальше все в порядке можно попробовать еще один если вдруг будет так что у вас греется провод или выбивает автоматы ну что-то не так тогда просто сбавьте обороты оставьте там два тена ну и на крайняк один тент полтора киловатта я думаю спокойно будет работать потому что у меня зимой и делали ремонт и у меня пушки я покупал тепловые они трех киловаттные я включал и у меня не без перерыва сутками работали так что три киловатта на обычную простую проводку домашнюю в принципе нормально но вот четыре с половиной там уже чуть-чуть конечно нужно будет это следить за обстановочкой по проводам смотреть у кого у кого как все индивидуально поэтому тут уже нужно контролировать а вот полтора полтора можно спокойно врубить так что сейчас подключил и буду подключать к этому насосу процесс какой будет здесь есть а и б вот а и б сидели на трубе а упала бы пропала кто остался на трубе здесь идет забор воды вот можно посмотреть нижняя забор воды верхняя идет этот выливается горячая вода будет так что вот это у нас идет в насос насос затягивает здесь фильтр это для чистки системы и загоняет уже чистую воду но мы делаем как насос втягивает фильтр после фильтра вот эта трубка уже не в бассейн идет а мы ее сейчас снимем и подключим уже сюда заходит греется вода выходит и вот там уже выход мы подключим как раз таки сюда в общем сейчас я посмотрю как можно это организовать идея такая что прежде чем попасть в бассейн вода сначала заходит в нагревательную систему и потом только попадает в бассейн и по времени пока не знаю сколько будет греться 10 кубов 11 кубов это если полный бассейн здесь чуть меньше попробуем согреть подключил прибор и так подключил я короче все четыре с половиной киловатта поставил на 90 градусов в общем на полную катушку подключен этот провод но у меня проблема в том что провод был вот с такой вот вилкой и так как здесь на соединение не совсем правильно вот здесь чуть-чуть греется вот ну как бы в меру но греется ну ладно там можно будет убавить сейчас просто поставил посмотреть температура сколько будет и вот на выходе 23 и 8 в общем 24 градуса выводит забор идет отсюда во здесь ледяная вода залита из скважины просто ледяная вода но давайте посмотрим это получается чтоб 1 прогон так запомним двадцать три восемь и чуть подальше какая у меня здесь будет вода я думаю что вот эта вода когда хотя бы один наоборот эту кубатуру сделает вода уже нагреется а потом пойдет по второму кругу крутить уже 24 градуса будет через тена еще больше нагревать здесь можете видеть вот температура падает воде 19 и 9 сейчас еще подержу посмотрим сколько 19 и 8 ну в общем по ходу дела 19 с копейками 20 в общем грубо здесь вода и здесь на выходе через этот аппарат год тому Sounds так я ее понял сейчас еще раз сейчас работает и покажу здесь даже температуру 30 чуть-чуть сбавляет ну в общем 30 в том случае если вы включали все 4 только что вот выключил потому что провод у меня начал греться а так все три включены на 90 градусов то выход отсюда теплой воды даже 30 при том что там ледяная была вода залита еще она не успела даже прогреться в общем система работает единственный момент вам нужно вот с проводом разобраться вот сейчас убавил сделал 3 киловатта чуть-чуть сбавилась этот тепло вот это ушло вот этот провод не греется вот этот нормально а вот именно место стыковки я наверное сейчас съезжу возможно куплю может быть какой-то другой провод или это даже больше возьму сечение но в принципе нормализовалась но вот это выдерживает 3 киловатта так что когда будете подключать обдумайте там есть 6 киловатт ник 9 киловатт ник вот такие аппараты если три фазы сделать если у вас такая возможность есть взять например там 9 киловатт на и подключить то вообще я думаю махом бассейн согреется потому что там прям очень-очень комфортная вода выливается и я думаю что даже не так уж и много времени понадобится это сделать вот а если на 220 хотя бы провода нужно подготовить сечение но там написано по документам 2-4 миллиметра сечения чтобы если сделать то спокойно можно 6 киловатт ник ставить вырубать и я думаю за полдня там у вас бассейн будет горячий не нужно там ничего придумывать вот я убавил сейчас на 3 киловатта 90 градусов стоит показывает 28 и 328 и 4 3 киловатт ник 28 градусов на полную катушку выдает четыре с половиной киловатта на 90 градусов если ставим вот здесь 30 с копейками выдает отлично в принципе хорошо там были вот 3 киловатт на и можно было просто да тогда знаете как если у вас нету проводов сечение 2 и 4 вообще простые обычно вот ну стандартная проводка тогда лучше взять 3 киловаттные потому что ну какой смысл тогда вот четыре с половиной чтобы он тут парился ну не включался я запасом взял потому что у меня электрик возможно мы сделаем подготовим прокинем сюда провод у меня подходит к моему хамаму там 6 киловаттный парогенератор я от него еще провод сюда прокину также шестерку и он у меня на четыре с половиной спокойно будет работать но я на всякие взял если нету такого то можете взять 3 киловаттный на полную катушку включить провода будут выдерживать спокойно 3 киловаттный это тоже самое что пушку вкупить на 220 и все вот вам 28 градусов пожалуйста все отлично вот не 28 29 28 8 вот 28 8 градусов в принципе вот я руку держу и мне здесь очень даже комфортно сюда руку перевожу здесь вода холодная а здесь классно так что пусть работает все раз смотрю провода уже не греется вот уже нормально прям нормальненько так отлично даже все точно могу сказать 3 киловаттный если возьмете подключите никаких проблем 29 градусов у вас этот аппарат будет выдавать по времени ну сколько сколько насос у вас может прокрутить вот это стандартно насос идет и подключение покажу б вот забор воды вот у меня вода сюда заходит вода ровно так же как подключается насос вода должна зайти в насос фильтр потом выйти из насоса и этот шланг по идее вы должны были сейчас сюда воткнуть если бы не этот прибор но прежде чем он туда будет заливать это вода вот она сейчас вот вот шланг он он идет он сначала заходит в нижнюю трубку вот этого прибора прибор устанавливается прямо в общем подвешивается на стену я потом это наверное тоже сделал такие трубки нужно будет побольше подлиннее купить и сделать в нижнюю трубку заходит я тут переходничок у такой купил продается эта трубку продается в леруа мерлен 160 рублей 25 диаметр и здесь единичка идет тут переходник чтобы трубу натянуть вот ребристая такая штука и еще купил вот такой вот зажим проволочные две такие проволоки там же где в леруа мерлен продают эту трубу метражом там же продают вот этот затяжку и вот этот переходник 160 рублей что-то 100 рублей 250 рублей вот эти переходники но тут вы можете сами как угодно делать тут вообще резьба дюймовая резьба то можете что угодно придумать но я вот так пока сделал так на быструю руку заходят здесь и выходят сверху наверху у меня просто вот эта труба которая была в комплекте от вот этого насоса сверху натянул замотал такой же резьбой вот этой но это затяжкой но тут потекла вода потому что там внизу резьба вот эта трубка натягивает она прямая там щель как бы вы не затягивали нифига ничего не получится я просто взял фум ленту намотал хорошенечко побольше и так все функционирует запустил это все делая в 17 00 часа 19 30 вечера этот же день провода нормально греет в том же режиме как я показывал теперь мне остается просто подождать за какое время это вода согреется но сейчас вечер единственный момент что ночью температура чуть понизится но в принципе когда я вот это все дело монтировал была температура 42 градуса прикиньте первый раз такой 42 градуса жары для и возможно ночью будет не так холодно но завтра я хочу сюда еще сверху какой-то тент накинуть но вернее геотекстиль черного цвета потому что тентов просто нету в продаже я бы купил моих просто нет все разобрали и посмотрел ролик где рассказывать что можно геотекстиль черного цвета глянцевым вверх и матовым вниз помогает у всяких там мошек все такое ну и кроме этого держит температуру плюс черный цвет притягивает солнечный свет и так далее чуть дополнительный нагрев буду воздействовать на этот бассейн несколькими методами прогрева первое это естественный процесс нагрева от солнца второй вот этот геотекстиль мне 2 это вот это пирамида обогреватель третье вот этот тент сделаю и еще одну штуку хочу использовать люди делают как подключают к насосу шланг закачивают в насос шланг длинные закидывают на крышу у меня металл металлочерепица и крыша просто блин а в такую жару естественно кипяток горячая очень на живот шланги у меня прокинуты там для полива там кипяток просто открываю вода трогать невозможно хочу закинуть на большую крышу вот здесь есть у меня есть другой стороны покажу пристрой вот эта крыша огромная длинная хочу взять шланг какой там есть самый большой метров 50 сделать змейкой там же у меня установлены на этой крыше фотоэлементы для солнечной батареи короче и там всегда солнце попадает есть вот такой вот насос гарденовский насос с одной стороны закину насос будет закачивать он имеет такую возможность а с другой стороны будет в обратку вот сюда заливать и по шлангу будет проходить это все дело прогреваться и еще там пару градусов тепла давать но это конечно я думаю так поиграться так сказать детский сад больше сама как бы основу у меня я думаю что будет вот этот вот аппарат который будет прогревать воду посмотрим что он из ну как бы выдаст в принципе все так что зафиксируем 17 00 сегодняшнего дня и завтра до того момента как мы будем купаться посмотрим насколько вода нагреет милан у нас ждет не дождется когда наконец-то согреется бассейн до миланчика у нее есть вот маленький бассейнчик который уже согрелся и милангит вот можно и песочницу купить тоже неплохой бассейн греется хорошо но вот эту песочницу мама поставила возле бассейна здесь чтобы мы когда ходим на ногах там песок грязь какая-то прилипает прежде чем в бассейн залазить зайти вот в песочницу и помыть ноги а потом уже подниматься и в бассейн чтобы не марать в воду предварительная фильтрация 9 утра следующий день солнце у нас оттуда восстает кружится и туда уходит я на всю ночь оставлял работать обогрев работал 3 киловатта сейчас наверно включу еще 4 но нужно контролировать чтобы провод не перегревался а вот 3 киловатта спокойно можно оставлять на ночь провода в принципе выдерживают все нормально солнышко у нас попадает пока вот сюда и к обеду уже будет полностью прогреваться я сейчас хочу проверить как все работает несколько выдает это все вот у меня были включены 2 2 ступени полтора киловатта плюс полтора киловатта и на 90 градусов сам аппарат вообще не греется как бы тут нету момента что вы где-то там тронете обожгетесь он холодная потому что через него пробегает вот эта вода и успевает его охладить так что можете его ставить в принципе куда угодно нету вероятности обжечься я вот сначала переживал знаете за что думал ну блин это же система обогрева будет очень мощно работать я думал что вот в этих местах вот тут будет плавится потому что будет ну нагреваться или кипяток пойдет или еще что-то нет кипятка здесь просто нету по той причине что насос достаточно быстро циркулирует воду и до состояния кипятка просто в баке вода не успевает нагреться если бы очень медленно было тогда возможно ну это вряд ли так что насчет вот этих трубок можете не париться сюда можно прикручивать любые тут вообще ноль холодную трубы короче здесь обычный провод тоже нормально чуть-чуть вот так вот чувствуется это тепленький конечно так все работает так и давать сейчас мы сделаем сброс и поставлю посмотрим сколько здесь выдает поднимает в общем третий и туда подались 24 9 я думаю примерно вот 25 будет держать 25 градусов все зафиксировалось и так получается у меня ледяная вода была залита из скважины я вчера в 17.00 вечера включил этот аппарат он работал вечер всю ночь и вот сейчас 9 утра 9 утра без остановки вода 25 градусов оттуда выход уже идет 30 градусов стабильно потому что вчера я когда периодически проверял цифрка там играла а сейчас вот четко стабильно оттуда 30 ник идет я думаю что вот так до вечера если будет греть я сейчас наверное включу еще один тэн ну так на время буду включать его выключать еще одну ступень вернее чтобы четыре с половиной киловатта в принципе в принципе даже воду такой трубы с уже более-менее комфортно а здесь вообще блин теплая теплая вода идет прям руку охота здесь держать ну здесь уже нормально для детей конечно чуть потеплее надо но вот для меня например вот 25 уже купаться можно нормально но мне нужно разогреть побольше чтобы было так что мой вывод этот аппарат работает советую по времени ну если вот он сейчас до вечера еще поработает я думал доведет эту воду до очень комфортной температуры еще нужно учесть тот момент что ночью холоднее и идет потеря тепла у нас не накрыт бассейн ничем я сегодня поеду там найду какой-нибудь тент чем-то закрою потому что вот ночью теряет и аппарат работал большую часть получается что ночью а если так включить рано утром как вот сейчас например весь день тепло и до вечера возможно он как раз таки и разогреет это все дело продолжим экспериментировать буду смотреть что будет я думаю что аппарат разогреет но даже сейчас ходу могу сказать что если нормальную проводку а а то и вообще три фазы а то и вообще купить вот такой 9 киловаттные блин это полдня наверное и бассейн разогреется при том что они стоят знаете вот разница несколько тысяч там 9 киловаттных будет стоить 5000 и нормальная провода по расходу ну я не знаю там пару сотен рублей возможно за вот этот весь прогрев бассейна я не думаю что прям очень много да тут в принципе вообще без разницы главное согреть ну просто считайте вот три киловатта тена работают пушку вот вы купили идет строительство и вы включаете 3 киловаттную пушку она греет люди работают вот у меня всю зиму эта пушка работала и в принципе ничего там такого прям не накрутила а тут бассейн для детей 3 киловатта ну и как бы фиг с ним так что если есть возможность 9 киловаттник поставить доход 6 киловаттный блин вот эта вода я думаю что очень быстро разогреется и не нужно там придумывать что-то там и вот сравните до 16 тысяч стоит официальные вот такие вот нагреватели например от фирмы бествы или intax 16 17 тысяч они стоят там но 10 есть какие-то но вот за 16 я посмотрел они 3 киловаттные но он стоит 16 блин и в такой маленькой капсуле там тенов нет кипятильник блин а здесь полноценная нормальная система самостоятельно и здесь четыре с половиной киловатт стоит 3000 рублей 16 тысяч и 3000 рублей при том что тот я не знаю вообще может греть не может греть тогда наверное разумнее будет купить вот такой который прослужит дольше и тут в общем-то ломаться то нечему за 16 нафиг он нужен там покупать его купить за 3000 такой и остаток тех денег тратить на ну вот электричество один фиг тот за 16 тоже 3 киловаттных тоже будет тратить поэтому это выгоднее намного эффективнее и долгосрочный хорошо короче полный рост получается примерно вот так нам нужно будет еще сюда добавить воды вот по ту штучку потому что еще надо маленько сначала я думал что слишком большой бассейн но так как там работают фильтры и в рост в общем не такой уж прям он большой так по идее можно было еще больше взять так что 133 сантиметра в принципе нормально и для детей и для взрослых такой семейный бассейн золотая середина есть там может быть и побольше там уже конкретно для взрослых вот если не учитываясь фильтры просто взять и полностью вот так вот залить что будет вообще круто но для детей это слишком много вот а так вот я стою вот лечь невесомость вот такая вот без проблем по размеру например можно ли поплавать 366 расстояние в принципе вот так есть не разгоняться ногами руками что физкультуру было можно плюс еще можно делать вот закрутку допустим по кругу вот такую получается у вас позвонок работает в закрутку это очень полезная штука и в принципе вы ну как физкультура будет ощущение что вы плаваете тоже будет температура сейчас здесь бассейне 24 с чем-то 25 короче градусов нету сейчас обед 12 часов дня получается вот та штука которую я вам показывал она согрела до 25 еще сейчас включим и до вечера сегодняшний день его надо идти до 30 градусов еще плюс солнца так что вот этот аппарат нужно помощнее также я попросил своего электрика мы прокинем кабель помощнее и я четыре с половиной киловатта включать я думаю быстро нагреется а так все классно водичка посмотрите поближе покажу вода прозрачная вода у нас уже здесь получается почти третий день нету никаких проблем потому что она у нас из скважины проходит через фильтры так что в общем классно можно плавать офигенный бассейнчик мне нравится чем вам не курса или египет вот в принципе даже можно нырять если на коленях стоять вот вот так вот присядку то уже кайфовое ощущение а так просто вот ушел в бок вот себе кайфу лежишь офигенно просто ставим лайки подпиской колокольчики на сегодняшний день бассейн показывает 30 градусов здесь 33 34 345 почти короче 35 градусов или грубо 34 это уже следующий день получается позавчера 17 часов вечера мы включили он работал до следующего до вчерашнего дня вчера мы где-то в обед наверное выключили его уже потому что весь день дети купались вечером еще раз купались он был выключен вода была где-то 28 что ли что-то типа того может поменьше даже и на ночь я вчера включил аппарат и вот сегодня 9 часов утра всю ночь он работал вода 30 показывает оттуда оттуда вы вот сами смотрите 34 и 5 выходит это 3 киловатта включено было вот две ступени на 90 градусов насос качает это всю ночь работал и вот такой вот результат получается он один круг в общем прогнал водичка согрелась и сейчас уже делает забор 30 градусная выдает 34 градуса если так дальше оставить то тут можно получить в итоге кипяток вчера вода была уже комфортно вечером вообще хорошо плюс еще само солнце греет напрямую так что с помощью такого аппарата вы можете согреть ваш бассейн там но один-два дня и готово это при условии что три киловатта всего лишь три если бы у меня было здесь четыре с половиной включено а если бы трехфазник и 9 киловаттный поставить он стоит там копейки в общем то но тут только момент подключения то ваш бассейн я думаю что потребуется ну наверно полдня ну фиг с ним на ночь поставите вот ночь вечерком включили или как только установили залили включили оставляете ночь работает и на следующий день там в обед вы уже можете там купаться там будет просто жара для меня это вода уже ну даже слишком нагрета для детей вообще красота если вы для взрослых будете делать в принципе так сильно греть то и не нужно так что работаешь хорошо дружище вот в этом году только первый раз узнал что есть вот такие вот аппараты которые умеют греть бассейн но он конечно не предназначен для бассейна вообще разработчики не знаю в курсе или нет я бы порекомендовал вот этой компании называется пирамида водонагреватели в общем котлы какую-то серию сделать специально для бассейнов потому что ну очень хорошая штука я думаю актуально будет чтобы знаете что нужно сделать вот если смотрят вдруг разработчики то приспособить вот этот выход сразу переходники туда ложить версия например все то же самое только версия бассейн она дополняется здесь переходниками на вот эти трубки или в дополнение вообще положить вот такие трубки и все чтобы тут не придумывать вот это все дело для например там best way бассейн для индекса такие самые какие-то ходовые бассейны посмотреть в принципе у них у всех трубки вот эти похожие чтобы я не покупал вот это отдельно в комплекте у бассейна идет раз трубка два трубка но чтобы подсоединить вот этот котел нужно 3 вот эту третью можно доложить чтобы отсюда вода сюда подсоединить и вот эти все переходнички были и в принципе все время 11 часов решил все таки до снять температура на выходе уже 36 и 3 также все работы 2 2 ступени 3 киловатта посмотрим еще раз сколько водичка здесь в общем тридцатка сейчас для верности с другой стороны проверю чтобы противоположной стороне здесь сколько держит там возможно выходит очень теплая вода и потеплее там будет 30 короче все вода тридцатка спокойно молодец британ сниму потому что обед уже час дня смотрите температура выходит 38 просто кипяток уже можно чай заваривать настолько горячая вода ну и на улице конечно пекло почти 40 градусов сейчас посмотрим здесь вода уже ну просто все уже она теплая конкретно ай туда вода попала я подумал этот градусник они работают давайте поставим попробуем глюканул что тут у меня здесь есть 35 30 с копейками короче 32 вроде все наверное его выключать надо потому что уже вода кипяток второй день купаемся вода теплая теплая да короче жара